Пять команд прибыло из региона в России и одна из Армении. Честь открыть соревнования удостоились хоккеисты из Череповца и Сочи. Накануне «Северсталь» обыграла хозяев турнира со счетом 21-1. И этот результат стал первым показателем оценки эффективности подготовки спортсменов в региональных клубах. Сегодня на лед вышли питерцы и команда «Атлант» из города Мытищи. Цель самих игроков – никакая не аттестация или оценка своих возможностей, а только победа. Сегодня на первых же минутах вперед вырвалась команда «Атлант». Уже в начале первого периода ребята забили соперникам две шайбы. Не заставил себя долго ждать и третий гол. Правда, команда из Северной столицы успела отыграться. К перерыву игроки подошли со счетом 3-2. Тренеры сегодняшним хоккеем недовольны. И цифры на табло отмечают наставники. Не показатель правильной игры. Игра отродительная. Скажу как. Что не получается? Да и получается пас. Но я все списываю на предстартовое волнение. Первая игра. Повторюсь, два дня не катались. Думаю, сейчас в раздевалке поговорим с ребятами. Будет все нормально. Установки тренера, данные в раздевалке, спортсмены все же не выполнили. Начальный рывок «Атланта» не оправдал ожидания болельщиков. Турнир завершился со счетом 6-3 в пользу команды Санкт-Петербурга. Возможность отыграться хоккеистам из Мытищи еще предоставится завтра. Они скрестят клюшки с беркутами Кубани. Товарищи стараются. Хотят все победить. Потратим все силы, чтобы выиграть. С защитой проваливаемся очень много. Много контратак в наши ворота. Будем строже играть. Тренер поставил заеду, что только первое место. Больше никакое. Финал международного турнира по хоккею среди юношей «Черноморский лед-2015» состоится в воскресенье в Ледовом дворце Большой. Кстати, вход на соревнования свободный. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.